Что общего в этих кадрах? Специалист-гидродинамик ответит сразу Струйное течение По своим свойствам различают незатопленные и затопленные струйные течения Струя воды в воздушной среде незатопленная Та же струя в воде затопленная Затопленной является и воздушная струя, вытекающая в воздух Струя может истекать в неподвижную среду А также в поток При этом различают спутную струю, когда направление потока совпадает с направлением струи Струю в сносящем потоке И струю во встречном потоке, когда векторы продольной скорости струи и потока направлены навстречу друг другу Температура струи и окружающей среды могут быть одинаковыми И тогда струю называют изотермической Если температура различная, струя не изотермическая Таковы струи раскаленных газов, вырывающихся из сопла ракеты В зависимости от режима истечения, струи могут быть ламинарными и турбурентными А ламинарным называют течение жидкости или газа, при котором отсутствует перемешивание между слоями Оно возможно при значениях числа Ренольдса меньше критического На некотором расстоянии от сопла в струе происходит естественная турбуризация Течение становится беспорядочным, меняется структура потока, распределение скоростей, гидравлическое сопротивление и другие физические характеристики Расстояние до сечения естественной турбуризации обозначают ХП С увеличением давления питания оно уменьшается С уменьшением растет Переход ламинарного режима происходит на некотором участке, где течение имеет перемежающийся характер Его характеризует коэффициент перемежаемости, равный отношению времени существования турбулентности ко всему времени наблюдения Значение 0 соответствует ламинарному режиму Единица турбулентному Вытекая в покоящуюся среду, затопленная струя за счет поперечных пульсаций вовлекает в движение частицы среды Масса струи растет, а скорость уменьшается за счет передачи количества движения частицам внешней среды Однако суммарное количество движения из аборической струи остается практически постоянным В струе существует область постоянных скоростей, равных скоростей из течения, называемая ядром струи Распределение скоростей в струе постепенно приобретает универсальный автомодельный характер Его представляют как течение, созданное воображаемым точечным источником Точку его расположения называют полюсом струи, а течение струей-источником В затопленной турбулентной струе различают начальный участок, в котором существует ядро струи Переходный участок И основной, течение в котором аналогично струе-источнику В струе существуют две области Область ядра и вне его область пограничного слоя Опыт показывает, что течение струи становится автомодельным уже на небольшом расстоянии от начального сечения Поэтому в практических расчетах используют упрощенную схему струи, из которой исключен переходный участок На экране эпюра распределения скоростей струи На оси скорость максимальна, на границе равна нулю Распределение скоростей на основном участке в произвольном сечении Может быть представлено в безразмерных координатах одной универсальной зависимостью Мы принимали границу струйного пограничного слоя линейной Как видите, это не так В расчетах за границу принимают линию, где скорость составляет 1-5% от скорости на оси струи Мы познакомились с законами движения струй, применяемых при создании различных струйных устройств Принцип действия которых основан на взаимодействии струй между собой и твердыми стенками Вот основные из них Цилиндрическая камера придает струе закрученное движение Введение дефляктора турболизует ламинарную струю При приближении стенки струя примыкает к ней Это явление получило название эффекта Куанда С ним мы часто встречаемся в повседневной жизни Рассмотрим, почему он происходит Эжекционные расходы с обеих сторон струи равны При приближении стенки сечение снизу уменьшается Скорость эжекционного расхода растет, а давление падает Поперечный перепад давления прижимает струю к стенке Эффект Куанда связан с подсасывающим действием струи Эффект работает и на затопленной струя На положение струи не влияет появление дополнительной стенки Оторвать струю от стенки может сигнал управления Если его снять, струя не возвращается к первой стенке Таким образом реализуется свойство памяти При взаимодействии струй между собой Возникает результирующая струя направления движения Которая зависит от соотношения количеств движения соударяющихся струй Все эти эффекты управления используются в струйных элементах В которых струя является носителем информации Струйные элементы, как правило, состоят из сопла питания И приемно-выходного канала Подача сигнала управления вызывает изменение величины выходного сигнала На этом принципе работают датчики, реагирующие на изменения линейных размеров Изменение температуры Звукового сигнала Наличие примесей в струе питания Например, стоит только появиться парам бензина Ламинарный режим струи в чувствительном элементе разрушается Выходной сигнал падает Появляется сигнал тревоги Эффекты взаимодействия струй используются в пропорциональных усилителях Струя питания равномерно делится между двумя выходными каналами Разность выходных сигналов равна нулю При подаче струи в один из каналов Верхний или нижний Возникает разность выходных сигналов Величина которой пропорциональна величине управляющего сигнала А это струйный регулятор, в котором использован эффект Куанде Через верхний канал происходит наполнение емкости При достижении определенного уровня происходит переключение струй питания на слив Уровень понижается Что снова вызывает переключение струи на наполнение Теперь в определенном диапазоне уровень жидкости поддерживается постоянно Регулятор работает в автоколебательном режиме Наибольшее распространение получили дискретные струйные элементы Это модель дискретного логического элемента В отсутствии сигнала управления Струя примыкает к стенке и попадает в левый выходной канал Струя управления переключает ее в правый выходной канал Элемент работает аналогично реле Его можно использовать для реализации логических операций в системах управления Рассмотрим подробнее работу такого элемента Обозначим выходные каналы, управляющие каналы Струя питания под действием эффекта Куанда примыкает к стенке Сигнал на выходе Y1 равен единице При подаче сигналов на один из входов Или другой Или на оба одновременно Струя переключается на выход Y2 Таким образом на выходе Y1 реализуется логическая функция не-или А на выходе Y2 функция или Которая является логическим сложением аргументов X1 и X2 Используя операцию не-или Можно реализовать любую схему автоматического управления В нашей стране создана система элементов струйной автоматики Волга Эти элементы изготавливаются из полимерных материалов литьем под давлением Они не имеют подвижных деталей Долговечны Надежны И дешевы Сейчас серийно выпускается множество струйных элементов Волга С разнообразными характеристиками На базе которых собираются схемы для решения практических задач в народном хозяйстве Монтаж элементов в схемы производят в специальных блоках Которые позволяют быстро найти неисправность и легко устранить ее В промышленности используют и маломощные устройства Работающие на эффекте турболизации ламинарного потока И мощные струйные аппараты, как гидробуры и гидромониторы В текстильной промышленности энергия струй тщательно скручивает тончайшие нити Да еще в разных направлениях Струйные системы надежно работают там Где трудно обеспечить автоматизацию обычным путем Например, сортировка, подборка по размерам и упаковка различных изделий Широко распространены струйные датчики В цехе производства искусственной кожи Датчик следит за положением материала Стоит только кромке материала перекрыть струю Как датчик дает сигнал в бок струйной системы управления А она, в свою очередь, через сервомеханизмы Восстанавливает нужное положение ткани Различные датчики, работающие на принципе разрушения ламинарной струи, мы видели Это пневматические приборы поток и турбулент ОКБ-автоматики для анализа состава и свойств газа Они чрезвычайно чувствительны и надежно работают в химической промышленности В самых агрессивных средах Схемы на струйных логических элементах Надежно работают в условиях радиации Электромагнитных полей Вибрационных и ударных нагрузок Что не всегда по силам электроники Сейчас такие системы внедряются в автоматике управления Как отдельных станков, так и целых автоматических линий Это струйный блок управления токарным автоматом Струйные датчики через систему управления обеспечивают цикличность транспортных, установочных и рабочих операций Следят за режимами черновой и чистовой обработки Выполняют контрольные операции Развивается новая отрасль техники автоматического управления Струйная гидропневмоавтоматика В последнее время она находит применение при создании промышленных роботов Трехпозиционный исполнительный механизм Выполняющий различные операции Обеспечивает работу высокопроизводительного пресса Всеми вспомогательными, рабочими и контрольными операциями Командует струйная система управления Собранная на знакомых нам струйных элементах Которые получают сигналы от струйных датчиков Расположенных даже в рабочей зоне прессы Простота конструкции Надежность Возможность работы в неблагоприятных условиях На любых текущих средах Делают применение струйных элементов Перспективным в различных отраслях народного хозяйства Делают применение струйных элементов Делают применение струйных элементов Редактор субтитров А.Семкин